Друзья, всем привет! В эфире Оскелли с новым выпуском шоу оригинал или подделка. Напоминаю, что в рамках этого проекта эксперты платформы Оскелли проводят аутентификацию брендовых изделий, а я делюсь с вами их советами и лайфхаками. Сегодня, как вы могли заметить, в нашей студии асимметричная сумка Half Moon от бренда Sister Olsen Zero. Модель из коллекции Весна-Лето 2020 выполнена из стопроцентной гладкой кожи теленка и отличается минималистичным дизайном и компактностью. Не буду долго томить вас, вот эта сумка оригинальная, ее вы, кстати, сможете найти в нашем офлайн-бутике Оскелли и в приложении, а вот этот экземпляр подделка. Рассказываю, на что наши эксперты обратили внимание во время аутентификации. Так, друзья, первое качество кожи. В оригинале она более мягкая и матовая. Вот если я была без перчаточек, мне было бы, конечно, приятнее это все трогать. Ну, а в подделке она отличается на ощупь и заметно блестит. Это хорошо видно при сравнении, когда две сумки стоят близко. Скриншоты делайте. Я постоянно говорю, что надо делать скриншоты во время наших видео, чтобы вы могли потом сравнивать. Да, она поблескивает чуть больше, чем оригинал. Далее сравним ручки сумок. Обратите внимание, какая жесткая ручка у подделки. Ну, просто поверьте, она пожестче, чем оригинал. Здесь, сейчас так показываю, здесь помягче. И, внимание на форму. Посмотрите, сумка в оригинале, ручка сумки в оригинале чуть-чуть заваливается, как будто. Она не так хорошо держит форму, как подделка. И это нормально, потому что подделка у нас дубовая. Оригинал примет потом форму вашего плечика или локоточка, на котором вы будете носить эту красотку. Следующий момент это фурнитура. В оригинале она более матовая, приглушенная и в целом сделана под серебро. У подделки это блестящий глянцевый металл. И особенно хорошо это видно на собачке молнии. Кстати, о молнии. Подделка в нашей студии выполнена под более раннюю модель Half Moon, поэтому у нее на молнии колечко, тогда как у новой модели крепление выполнено в виде подковы. Однако, если бы мы взяли оригинальную сумку прошлых сезонов, то увидели бы, что колечко должно было быть непрерывным. А здесь у фейка оно мало того, что с разрывом, так еще и перекошено. Далее, логотип на лицевой части тоже отличается в оригинале. Буквы вбиты глубже и они как будто более плавные, чем у фейка. Фейк чуть более топорный такой. Сразу откроем сумочки, осмотрим подкладку. У аутентичной версии подкладка выполнена из мягчайшей замши, а у подделки как будто это такая холщовочка чуть-чуть с ворсинками. И теперь, внимание, классный лайфхак от наших экспертов. Перед покупкой посчитайте количество строчек на кожаной бирке. В оригинале их должно быть не более девяти. Три, пять, шесть, семь, восемь. Прикольный лайфхак. Подделка оказалась неплохой. У нас, кстати, есть один из более ранних роликов про эту сумку. И бирка внутри там была сильно крупнее. И, кажется, с швами там было напутано. Вот тут чуть-чуть лучше научились делать. В оригинале такая тоненькая. Это бирочка внутренняя. Подделки тоже постараюсь. Но они, кстати, здесь залили окантовку этой бирки внутренней. В оригинале кантик залит не так. То есть у нас с вами есть вот этот давний наш лайфхак с заливками китайскими. Они прям как резиновые. И вы это увидите. То есть она такая гладкая, резиновая, слишком идеальная. В оригинале, видите, все равно чуть-чуть проглядывается текстура кожи. Потому что кожечка тут, кожечка. Кожечка, кожечка тоже бирочная. Бирочка тоже кожаная. В общем, в нашем случае подделка выполнена достаточно хорошо. Это все благодаря минимализму The Row. Здесь трудно ошибиться. Хотя кто-то умудряется. Поэтому два главных показателя, на которые нужно обращать внимание перед покупкой, это качество фурнитуры и мягкость ручки. Ну что, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Ищите оригинальную сумку The Row Half Moon на сайте Оскелли, в нашем приложении и в нашем бутике по адресу Столешников, Переулок, 14. До новых встреч!